Всем привет! С вами снова мы, инструктор международной категории B по горным лыжам Евгений Моисеенко и ученик по горным лыжам Илья Гассиченко. Сегодня мы будем выбирать ботинки и палки, а также научимся регулировать крепления. Итак, ботинки. Для того, чтобы выбрать себе ботинки, нужно определиться с типом ботинок и основными параметрами ботинка с жесткостью и размером. Ботинки бывают трех основных типов. Первый вариант – это универсальные ботинки, которые составляют подавляющее большинство, и узконаправленные специализированные ботинки для фрирайда и для парка. Как правило, четыре клипсы. Вот эти вот застежки на ботинке называются клипсы. Достаточно высокое голенище и узкий ремешок. Универсальные ботинки можно выбрать для любой дисциплины. В основном их выбирают новички и совершенствующиеся лыжники. Это модель для парка. Женская модель. Что ее отличает? Короткое голенище, три клипсы. И видим большую такую толстую подошву, в которой стоит амортизирующая система, чтобы не отбивать ноги после прыжков. К сожалению, ботинка для фрирайда у нас сейчас нет, чтобы показать, чем он отличается от всех остальных. Но в целом он выглядит практически так же, как парковый ботинок. У него обычно три клипсы, и нижняя клипса перевернута наоборот. Это сделано для того, чтобы вот эта застежка не открывалась снегом при катании в глубоком снеге. Новичкам можно определиться с той дисциплиной, в которой вы собираетесь дальше совершенствоваться, и выбрать сразу ботинки под эту дисциплину. То есть для фрирайда, или для парка, или просто для катания, то есть универсальные ботинки. То есть здесь ограничения для меня, как новичкам, у кого-то нет? Нет, абсолютно. Основной параметром ботинка – это жесткость. Именно от жесткости будет зависеть комфорт вашего катания, и соответственно ваши эмоции на склоне. Жесткость ботинка можно определить, просто посмотрев на ботинок. Она всегда написана где-то на ботинке. Вообще жесткость ботинка варьируется от 15 и до 160. 15 – это очень мягкие ботинки, ну, соответственно, 160 – это очень жесткие ботинки, которые используют уже спортсмены. Новичкам я бы рекомендовал выбирать ботинки с жесткостью от 15 до 60. Это будет самый оптимальный выбор, если вы не хотите чувствовать себя, как в испанской сапожке. Пока вы только учитесь, вы будете передавать эти движения не только правильные, но и неправильные. И лыжа вам этого не простит в какой-то момент. Поэтому лучше выбрать ботинки помягче для начала. И, конечно, основной параметр для вас при выборе ботинка – это все-таки размер. Ботинок должен быть того размера, который вы носите. То есть, не нужно покупать ботинки на 1-2 размера больше? Нет, нет, нет. Ботинок должен быть вашего размера. Он должен быть вам удобен. Смотри, еще такой вопрос. Я часто, когда прихожу в магазин, беру ботинки своего размера, но почему-то одни ботинки, одни в пирме, мне кажутся тесными, другие, наоборот, большими. И только некоторые кажутся как раз. Это с чем может быть связано? В горнолыжных ботинках основными двумя параметрами являются, в плане размера, являются именно длина стопы и ширина стопы. Соответственно, нужно подбирать ботинки именно исходя из вот этих двух размеров. Есть в магазинах, в большинстве, кто торгует горнолыжными ботинками, есть специальные измерители, то есть размером. Выглядят они вот таким образом. Это шкала, куда вы ставите свою ступню, и продавец-консультант может определить размер вашей стопы и ширину колодки. Илья, давай попробуем измерить твою стопу. Давай. Твой размер 27 см и ширина где-то 98 см. Теперь ты знаешь свой размер. Разбирай себе ботинки. Егений, я нашел хорошие ботинки для себя, на мой взгляд, по жесткости 60 см. своего 27 размера, но единственное, я не могу найти ширину колодки. Где ее можно посмотреть? Скорее всего, ширина колодки указана в паспорте ботинка. Или, может быть, на сайте производителя или в каталоге. То есть, если я заказываю ботинки через интернет, мне необходимо узнать свою ширину колодки и обратить на нее внимание. А если я пришел в магазин, то достаточно просто мерить их и определяться на месте. Ну что ж, давай по мере. То есть, нет смысла сразу затягивать на максимум? Вообще нет смысла затягивать на максимум, потому что зачем сковывать себе же движение? И я так понимаю, если я затяну на максимум, то моя нога перестанет получать кровь, и она быстро замерзнет. Да, абсолютно. Когда вы будете выбирать себе ботинки, я советую вам, не стесняясь, одеть их, застегнуть и походить 10-15 минут. Только через 10-15 минут вы поймете, ваши ли эти ботинки, подходят ли они вам по размеру и по ширине колодки. Ну, как тебе ощущение после ходьбы? Ну, такое ощущение, что я превратился в робота. Жук, жук, жук. Это нормально? Я думаю, что в конце сезона ты будешь даже не замечать, что у тебя на ногах. Не пугайтесь, что вам поначалу неудобно ходить в лыжных ботинках. Ну, вообще они не предназначены для ходьбы, они предназначены для катания на лыжах. Давай пока ты в ботинках, мы подберем тебе палки, потому что палки лучше подбирать, стоя в ботинках. Палки лучше подбирать, стоя в ботинках, стоя в ботинках. Должен быть примерно прямой угол. О, был размер. Мы выбрали ботинки, палки. Теперь нам нужно отрегулировать крепления на наших лыжах под те ботинки, которые мы купили. Лыжи, как правило, продаются с креплениями и устанавливают их сервисмен в магазине, где вы их покупаете. Если вы самостоятельно купили отдельно лыжи, отдельно крепления, не старайтесь устанавливать их сами, тем более, если вы этого никогда не делали. Доверьте это профессиональным сервисменам, которые сделают это быстро и качественно. Если у вас крепление уже стоит, вам нужно только отрегулировать его по подошве вашего ботинка. Современные крепления позволяют быстро отрегулировать лыжу под любой ботинок. Носочек ботинка вставляется в головку крепления. Видите, что здесь пятка у нас слишком далеко, поэтому мы ее подводим поближе. Теперь у нас пятка встала и мы застегиваем лыжу. Проверяем, не болтается ли ботинок на креплениях. В общем-то все нормально. В креплении есть еще один регулировочный параметр. Это усилие срабатывания. Когда вы падаете на лыжах, крепления сконструированы таким образом, чтобы в момент падения лыжа отстегнулась. Здесь на головке крепления вы можете увидеть вот эти цифры. Цифру, которая здесь должна стоять, можно очень легко определить, как ваш вес, деленный на 10. Это то значение, выше которого ставить нельзя. То есть, если у меня 80 кг, то я должен поставить не больше восьмерочки. Не больше восьмерочки. Иначе лыжи при падении не отстегнутся, и я могу получить травму. На пятке креплений точно такая же шкала. Итак, сегодня мы выбрали ботинки, палки и научились регулировать ваши лыжи под те ботинки, которые вы купили. Я думаю, мне осталось только подобрать одежду, снаряжение. Что, в общем-то, мы сделаем в следующем нашем уроке. С вами были инструктор международной категории Б по горным лыжам Евгений Моисеенко и горнолыжный ученик Илья Косиченко. Увидимся с вами в следующем выпуске на портале Slender. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok